вроде мотор 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 епифанов привет привет дорогой вот два человека в рыжих майках байкал лайф день математики среди леса записывают на маткульт привет ролик ну что значит недавно недавно полгода назад примерно на маткульте выходил ролик где два прекрасных молодых человека решали прекраснейшие задачки на стыке математики и программирования алгоритмические всякие и среди них была такая два межнара чемпиона межнара оба давай даже это не делает их менее прекрасными есть поток чисел какой записывая пока посмотрю пишется 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 ну а если перевернем доску и запишем сейчас и так у нас есть какой-то поток чисел среди них встречаются повторяющиеся более того все числа кроме одного встречаются ровно два раза 171 там не знают 100 опять 7 там что-то еще что-то еще да 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 он конечно и просто очень длинный и задача была за от единицы проходов используя от единицы памяти найти какое же тут число встречается ровно один раз а какие по 2 ну то есть какие по 2 нам наплевать все остальные нужно было найти то которое по одному помнишь ли ты эту задачу помню но я не помню я ее и как решил тоже не по решение примерно такое идейное я думаю что если эти напомню его то дальше все пойдет возьмем запишем каждый из этих чисел ну давайте будем считать что они например натуральные будем считать что мы знаем их разрядность максимальность какое каким чем-то они ограничены сверху запишем побитого представления каждого то есть что там у нас сначала идет 001 потом идет 7 это чё там 111 потом от 001 дальше я психану чё там это 132 тоже единица потом 168 ну какое-то число неважно я могу сейчас сотни неправильно писал но он что-то там и возьмем и сделаем побитный ксор всех этих чисел так то есть переведем в двоичную систему да и дальше делаем и воспользуемся тем что если у нас есть два одинаковых числа то их ксор ой всегда равен нулю точнее даже я напишу так аксора интересно надо худо видно доску аксора в тождественно равен нулю далеко видно ее потому что такая очень хорошо значит и наши басы и ноги тоже видны аксора тождественно равен нулю поэтому все пары чисел у нас убьются и останется одно вот там какое-то одинокое то которое не имеет пары помнишь такое решение все достану то есть если бы они были все это было бы 000 да так фактически просто станет оно и все да надо быть и обратно его вот юра сейчас позовем он решать будет а еще где-то тут ассистента ходит мой сын миша все в том же лагере все здесь самое не отвлекайся а теперь значит задача ставится так теперь у нас вот этих чисел есть какое-то одно еще не знаю там 35 которое тоже встречается один раз то есть здесь есть два часа которые встречаются ровно один раз и это значит все еще имеет решение два числа да и все еще надо за от единицы числа проходов но может быть не за один проход но не зависящий от длины нашего вот этого массив чека число проходов и используя памяти тоже может быть чуть побольше а может быть и столько же но не зависящий от числа да тут бы мишеньку а чисел массива мишенька занят на этой паре что делать да как без миши решить эту задачу и так и так и так нужен подход к снаряду хотя бы да то есть значит то есть если мы сейчас делаем то же самое мы получим ксор сумму ксор суммы этих двух чисел да да а все остальные умрут все остальные умрут и мы получим ксор сумма этих чисел да так а если мы попробуем привлечь троичную систему исчисления может быть но там во первых там надо определять ксор ну да 0 1 0 вот этого космоса там уже не будет так да такого не будет так значит мы получим сумму ксор сумму двух чисел да но конкретно да конкретно ну давай на них даже посмотрим пусть не стоит я психанул давай будет 10 одно уникальное 10 а другое уникальное не знаю какой-то нравится ну 13 13 ты любишь ну давай наш карте то у меня не пишет мел до хрен с ним 13 нет подождите я хочу написать 13 и ничто меня не остановит это же среди осин это да у нас получится если мы давали мел если мы все числа возьмем все проксорим как ты хочешь у нас получится семерка это 111 и десятка я хотел до десятку десятку значит получится 1 0 1 0 это десятка а 13 соответственно 1 1 1 0 1 похоже на правда и мы получим соответственно если их поксорить мы получим 110 110 получение 11 все три разряда различаются отлично если мы все поксорим мы получим 111 что с этим делать если мы знали одно число мы бы смогли вычислить второе но мы не знаем ни одного так так а если мы они сейчас надо добавить какой-нибудь шум хоть такой шум добавить да на чтобы мы и этого не знали конечно же мы уже знаем нет смотри но это у нас вот мы потратили один проход то есть пока что все хорошо мы можем еще пока мы несколько раз пройтись можно какую-то информацию мы же получили да можно попробовать так что можно сделать ну да если я уберу одно из оставшихся чисел например у меня будет либо три либо одно но 3 да и смотри тогда ты будешь что-то перебирать и у тебя куча попыток тебе потребуется потому что любое число которое может как-то тебе подгадить тут может встретиться если что-то может подгадить она непременно тебе подгадят да хорошо ладно давай тебе наводящий вопрос ну да хакер из меня как из одного дожди а если что-нибудь про что ты точно знаешь чем отличается вот это число от вот этого после того как мы нашли 111 ну кроме того мы знаем что ааа нет то есть 111 мы знаем до этого вот эти нули в каком-то количестве да да это мы тоже знаем тоже знаем в каком да то есть максимальное число мы знаем да ну и мы знаем да мы считаем что мы знаем разрядность каждого из них то есть это в крайнем случае ничто не мешает первый проход потратить на то чтобы узнать какое самое большое да окей это вообще не проблема так ну вот данность мы знаем что мы как бы хорошо хорошо вот эту цифру мы знаем что она вот как бы она различается ну да ну это неплохо да то есть я знаю с какого начать начинают начинать чего они различают отлично мы знаем что в одном числе нолик в другом единичка здесь да правильно может быть мы можем из этого что-то извлечь так мы знаем что в ну например в третьем разряде да да ну в как они поскольку они различаются есть разряд которым их ксор дает единичку да и до этого во всех разрядах он дает 0 да то есть мы знаем в каком первом разряде и не только в первом мы можем взять любую из этих единичек и там непременно в одном числе будет нолик в другом единичка да и можно ли из этого что-нибудь извлечь ну 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 смотри это различает наши два числа но это различает 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 если она их различает давай покрасим все у которых нолик в один цвет а единичка в другой мы же можем это сделать можно последнюю цифру взять для наглядности на картиночке а можно ну и это например взять вот с восьмерочка и чё там вот если вот это вот берем чего-то нечего черт нечего да вот смотри вот это это как бы их обозначить это нечетные да это четное это нечетное там что-то еще нечетное там может что-то четные по дороге ну а ну это уже почти полное решение смотри вот пары чисел одинаковые они могут быть одно в галочке другое в крестике ну нет давай поксорим между собой те которые крестиком и отдельно под поксорим те которые галочкой мы ставим галочку мы делим на два сорта мы здесь это и те у которых здесь берем единичку в нашем в нашей маске так как они отличаются да и с этой маской смотрю делаем n до тесту каждого числа и смотрим сравниваем с нулем если она она ноль считаем что это одного цвета число если она не равна нулю а равна там 100 в нашем случае да то это другого типа числа у наших двух они разные да да и в результате все одинаковые числа станут они все равно останутся парой и дадут нам для крестиков не все черные тоже короче для всех черных же дачу в первом пункте и для всех красных тоже а и для всех красных сводится потому что там тоже ровно одно да получается первый проход мы выясняем самое большое вторым проходом мы выясняем ксор всего выбираем какой-нибудь битик ненулевой и фигак следующим проходом следующим проходом до решаем задачу для двух ну и теперь вопрос аудитории офигеть сделайте это для трех до возможно ли это для трех для четырех а для какого максимального числа это возможно может для духа больше нельзя пишите в комментарии маккульт привет подожди еще не привет я пытаюсь вообще понять что ты спросил вот для если у нас в этом потоке 3 3 различные числа 3 уникальных числа или четыре я информацию из ксора могу излечь только для двух можешь для трех уже нет да то есть я могу ну да хрен знает ксор трех чисел уже может быть тождественным нулем например да действительно да никакой информации невозможно извечить ксора да но может быть троичная система поможет может быть может быть но это вопрос для мне кажется это отличный вопрос для аудитории в комментариях да да слушайте офигеть ну да маткульт привет